А в Гомеле свято-вышиванки отзначили сёння. Гуляния разгорнулася для галонных корпуса медуниверситета и сопроводжалася концертной и выставочной программой. Вероника Ворошилина доведалася про сокрыты народных умельцев. Гомельская область, яка в целом Беларусь завсёды славилась со своими народными майстрами, и это ясно расподсвердили оригинальные выставочные пляцовки свято-вышиванки. И они растягнулись по полице Ланге от областного громадско-культурного центра до Гомельского державного медицинского университета. Свято-вышиванки мероприемства, накированные на популяризацию национальных традиций, изъявляются своясобливым лунцужком для слушания разных поколений. Выставы соломяных и ганчарных вырубов, интерьерные предметы с природных материалов, оголовные, национальные костюмы, тканые речи с элементами орнаменту и ручники. Гости свято могли не только всё детально разглядеть, а и доведаться про длюстрованные на речах сакральные символы. Напрыглад, страда у нее неглюбская традиция, наличвая больше як 100 орнаментов, які захаваліся у тканых вырубах. Ромб символизує жанучы знак, косы крыш – мужчинске, парные символы протяг роду. Знакамитые неглюбские ручники и сё не створаются зуликам усіх сакральных символов, як кажуть по старых канонах. Процесс их вырубу гости свято-вышиванки могли убачить на власные вочи. Агафья Михалкова, майстер звёздки Глушковича Лельческого района, наткала полотно над рауляным саморобным станком часов Великой Айчыны. Не глядяши на шановный взрос инструмента, он рупливо слухався господиню. Блескуча в икону усе складанные манипуляции. Гости свято-вышиванки могли и особисто принять удел у гэтым не простым, однак вельми займальным творчим процессом. Пошла с майстер-класса у однородных умельцев, то каждый мог научиться азам ткацтва и вышивки. Свято супроводжала яскравая, музычная, театрализованная программа. Головная идея про звездовичные, хореографичные и вокальные номеры узнавить подеи минулой эпохи и адлюстровать досягнений сучасности. Со сцены артисты расповядали об героичных самоданных фронтовых подвигах советского народа у гады Великой Айчыны, а так само об сегодняшней молодой, пригожей, гостиной и миролюбивой Беларуси.